Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев. Ажиотаж вокруг боя Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко еще не утих. Исмаилов одержал доминирующую победу, но Емельяненко в интервью сайту «Все про спорт» критически высказался насчет того, как Магомед вел бой. За комментариями мы обратились к старшему брату и тренеру Исмаилова, Рамазану. Рамазан, вы читали интервью с Александром, насколько я понимаю? Я читал, да. И какие у вас впечатления от него остались? Ну, я, честно, впечатления до сих пор, я, например, Александра воспринимал как здравого, умного мужчину, бойца, спортсмена вообще. И не было от него вот таких комментариев в других боях. Ну, не видел я, чтобы такие глупости писал. Я считаю, он был в нетрезвом состоянии, на моем мнении. В трезвом состоянии человек такую ересь нести не будет. Ну, то есть вы, наверное, думали, что если он даст интервью, то скажет какие-то добрые слова. Потому что, в свою очередь, ведь и до поединка был достаточно добрый трешток. И после поединка Магомед сказал исключительно хорошее про Александра. Да, ну, то хотя бы не добрые слова, но дань уважения к победе, к проделанной работе Мухаммада, хотя бы должен выразить, как бы принять поражение, как достойно сказать, да, в этом моменте, в тех компонентах я был слабее, здесь я недооценил. Как бы здраво оценку дать бою, а не так. Вообще не объективно он на оценку боя дал, ну, то, что он сказал. Я же говорю, в трезвом состоянии человек такое не может сказать. Это был либо он не соображал, либо по действиям ударов он не соображал. Если он после боя сразу, может быть, он к себя не пришел, либо он потом выпил. Вот моя оценка его словам. А не думаете, что он просто таким образом хочет каким-то образом выбить реванш с Магомедом? Ну, это тоже может быть. Можно же по-другому реванш выбить. Вот наоборот, после этих слов реванша не хочется с этим человеком. Если он сказал бы, да, молодец, Мухаммад провел правильный лагерь, молодец, его команда, он сам проделал хорошую работу, я совершил ошибку в этом моменте, в том моменте, где-то я вот недооценил. И потом сказал после этого, Мухаммад, дай мне там, ну, из-за коронавируса, там, у меня не было времени для подготовки. Как бы аккуратно, аккуратно себя от маски нашел бы и сказал бы, дай мне время, Мухаммад, там, три месяца, или дай мне, давай, два боя я проведу, или бой проведу, и давай мы с тобой замутим бомбовый реванш. На твоих условиях, Мухаммад. Потому что Мухаммад, уже здесь на условиях Мухаммада должны быть. И в финансовом плане, и во всех компонентах. Потому что этот реванш нужен Александру, а не Мухаммаду. Вы хотя бы какое-то здравое зерно в словах Александра видели, или наоборот, только один неадекват, так скажем? Нет, нет, ничего здравого я не видел, на самом деле. Вообще ничего здравого он не сказал. До боя он говорил, делай, что хочешь, Мухаммад. Мухаммад спрашивает, как будем, в стойке или в борьбе, ну, треш-ток, да? Он говорит, делай, что хочешь, только не падай от ударов моих. Но Мухаммад сделал, это же ММА, это же не бои. Тогда надо новую организацию придумать. Где там первый раунд бокс, второй раунд борьба, третий раунд ММА. Ну, как-то по другим названиям, но не... Придумать можно какую-нибудь организацию. Я не знаю. И уже в этой организации Александр будет чемпионом, наверное. А именно вот здесь он не может свои условия диктовать, давай по таким правилам будем драться. Как это? Вот Александр, он говорит, что он вышел драться. Вы видели, что он действительно драться вышел? Смотри, я вам скажу, Александр вышел драться. Просто в тактическом плане мы переиграли. Он пропустил первого, вот в начале боя, три удара. Он не мог просто цель поймать. Он когда выбрасывал удар, он не мог. Мухаммад после каждого удара, удар, смещение, удар. Он просто правильно тактически подошли. Я же говорил, у нас лагерь был бомбовый. У нас просто шикарно, мы подошли к этому бою. У нас в нашем лагере первый номер Дагестана по боксу. Чемпион зоны России, чемпион Дагестана. Сейчас на общей России по боксу будут боксировать. Ростом как Мухаммад, ой, как Александр. Может быть, там, сантиметра на 3-4 меньше. Он с ним провел шикарный спарринг. 15 минут они отбоксировали. Шикарно себя прочувствовал с боксером. Потом плюс к нашему лагерю присоединились такие очень сильные стратегии, бойцы. Али Исаев у нас в лагере был, с которым мы уже, как бы, там и Мухаммад Мирзоев у нас в лагере был. Мы все вместе пришли к тому мнению, что надо бороться. В этом бою надо, борьба должна зарешать. Но, чтобы борьба зарешала, в тупую ноги, чтобы не бежать, нужно 2-3 удара прошел. 2-3 удара прошел. Ну, как бы, компонент, такому аспекту, как бокс, мы тоже уделяли много внимания. Ну, другими словами, мы были везде готовы. И в стойке тоже Мухаммад его выиграл. Однозначно. Ну, там был риск пропустить от такого высокогласного, хорошего спортсмена, как Александр, удар. Просто Александр не включился. Он был просто шокирован, растерян. Когда 20 раза Мухаммад попал в боковый, хорошо, он просто в себя не пришел. И Мухаммад не дал ему в себя прийти. Пока он в себя там цель ловил, уже Мухаммад в ногах его, уже на полу. И свою работу он сделал. На 5. Так я скажу. Ну, то есть, у вас по ходу боя было чувство, что если бой продолжится в стойке, то Мухаммад может нокаутировать Александра именно в стойке, а не в граунд-энд-паунс, так скажем. И в стойке тоже мог нокаутировать. Но была опасность пропустить. Александр очень, честно скажу, в любом случае, как бы он там не терялся, все равно у меня опасность была, что он может пропустить. Это же ММА. Мы должны в этом бою задача была некрасиво там на публику красивый бой показать. Вот Мухаммад это говорил. Вот у нас, у тренерского штаба, задача была, чтобы просто его выиграть минимальными рисками для Мухаммада. И мы это сделали, аль-хамду-ля. Реванш нужен? Вот так вот. Реванш? Я сказал, вот я, в моем мнении, если он выиграет Минеева в боксе, вот сейчас у них планируется по боксу, там можно еще говорить о реванше. А если он проиграет и в боксе Минеева, там никаких реваншов не может быть близко. И вот мое мнение, а там уже будем разговаривать, обсуждать. Тут понятно, что... Все зависит от гонорара. Реванш может быть и завтра. Финансовая составляющая, если будет правильной, то не проблема. Но сейчас у Магомеда, понятное дело, запросы будут тоже другие совсем. Конечно, конечно. А он, кстати, меньше получил, чем Александр за этот бой? Вот я вам скажу, что касается финансовой составляющей, я вообще не поверить, вообще не вижу. Я не спрашиваю, сколько ты получил, как ты получил. Наша задача его подготовить, чтобы он вышел, сделал свою работу. А сколько ты заработал, как? Вообще не спрашиваю. Но вот сейчас, если коснется разговор реванша с Александром, уже мы будем разговаривать. Это мало, давай столько. Мы будем как бы подсказывать, говорить ему, свою точку зрения высказывать, а решение он будет сам принимать. Судя по тому, что вы увидели в первом поединке, у Александра есть шансы в бою с Магомедом? В ММА шанс есть у всех. Просто здесь я же говорю, в ММА есть шанс у всех. Это же ММА. Вы же видели, даже вот, возьмем это ударные виды спорта, даже сам Ройс Джонс, который все проигрывает. Риск проиграть есть. Но я могу сказать просто в процентном соотношении. 95, 98 на 2, 95 на 5. Вот процентное соотношение. Но в пользу Магомеда, само собой, понятно. Конечно, конечно, естественно. Вот не хочу. Вот просто перчатки оденем, перчатки. И по боксу, допустим, Мухаммад ему не проиграет. Даже в боксе не проиграет. Но этого мы не будем делать, нам не нужно. Мы его готовим, как бойца ММА, но Мухаммад готовит боксировать. С таким классным боксером я не принижаю достоинства Александра. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мне писали в Инстаграм, да он вообще никакой. Он нормальный, хороший формик. Он вышел. Я не думаю, что он провел подготовку в Ахмате. И он вышел. И его туда вывели в такой форме, чтобы как бы... Это же еще и по репутации Ахмата же это тоже есть, отдается. Он вышел в хорошей форме. Просто мы тактически подошли правильно. И Всевышний нам помог в этом противостоянии, чтобы все получилось. Как мы хотели. Все причины мы создали для этого. И не побоюсь сказать, у нас в подготовке к этому бою был лучший лагерь. Имеется лучшая команда из лучших специалистов, которые были рядом с нами, рядом с Мухаммадом. Лучая команда в мире, как Мирзоев говорит. Слова Мухаммада Мирзоева я повторю сейчас, хотя я этого не говорю. Но скажу, на данном этапе подготовки с Мухаммадом рядом была лучшая команда. Лучая команда в мире. Я так считаю. Если бы сейчас вы Александра встретили перед собой, что ему бы сказали? Ничего не сказал бы, что я ему могу сказать. Я с ним до боя даже селфи сделал. Я видел в этом ресторане. Он подошел и не узнал. Здрасте. Здрасте, здрасте. Можно? Он говорит, можно. С одной стороны сфоткался. Потом говорю, с одного ракурса. Давай с другой стороны сфоткаюсь. Он говорит, ну я же ем. Я говорю, приятного аппетита. Я же не мешайте. Подошел с другой стороны на чат. Все приятного аппетита и ушел. И выставил в Инстаграм себе. Ну, я уважаю Александра. Вот если убрать эти слова, которые... Я же говорю, это он не на трезвую голову сказал, я уверен. Либо он под этими ударами, которые он пропустил, чуть-чуть в себя не пошел. Ну, в любом случае, как мужчину я его уважаю. Он настоящий русский мужик. Такой достойный человек. Вот эти слова, которые в конце были, они чуть-чуть испортили его репутацию. Лучше бы он этого не говорил. А так, в общем, он красавчик. Он молодец. Я его уважаю за спортивные достижения и за его позицию жизненную. Как он ведет себя достойно. Там, где может знать, где ответить, где надо промолчать. Ну, как мужчина, ведет себя, да, одним словом. Понял. Вот так. Что ж, спасибо, что время выделили. Вам спасибо. Хорошего вам празднования дальнейшего победы. Спасибо, спасибо. Всего хорошего. Всего рамазана. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!